Вот так вот, девочки, предвыборная компания. Недолго повесели плакатики. Когда их, Серёжа, повесили? Вчера? Позавчера? Позавчера в один день вешали. Ну, один день повесели, и всё. Люди сорвали и выкинули. И зелёных, и красных, и всяких. Зачем за забор тока? Не знаю. Всем привет. Ой, короче, выключила я отопление, и мне все окна плачут. Я-то думала, что апрель уже выпускают серёжки, вон деревья, листочки выпускают. А у меня, видите что? А потому что минус два за бортом. Минус два, вчера минус один. Мусор вон валяется. Скинули паразиты сюда. Нет, чтоб сразу мусорку. И вот такое у меня окна плачут. Я-то обрадовалась, апрель, тепло, а хрен там. Фигурку. Нету тепла. Ой, какой космарк. У меня розовым распустились. Розы распустились, и штучку я доделала. Холодно. На улице холодно. Вообще, так, надо уборкой девочки заниматься. Просила Серёжа, сними мне плафоны помыть. Сними плафоны помыть. Всё. Серёжа сегодня пошёл на работу. Плафоны висят. Как же я их сама откручу-то? Мне их помыть надо. Не допросишься тех мужиков. Девочки, выпало, выпало. Из времени выпало. Оказывается. О, боже, какая ненормальная. Не только из времени отовсюду выпало. Посуда у меня тут чистая, посудомой. А я закидываю грязную. Ой, блин. Вообще, голова два уха. Оказывается, Голландия-то у меня на этой неделе запланирована. Как я так торможу и не бибилкую. Так, сейчас это помою и буду горить борщ. Вот так. Давненько не делала. Уже не знаю, что придумать. Так что. Борщ. Борщ так борщ. Солнышко вышло. Но холодно. Но холодно. Это уже почти год зима длится. У нас. Никак. Не разрудится. Так. Пропылесосилась. Стирка стирает. Еще бы кто-то пришел, погладил, проубирал. Девочки, вчера в эфирчик не выходило. Что-то как-то настроения не было с Сережей. Весь день провели на диванчике. Погода была нехорошая. И мы на диванчике. Сериальчик врубили. И про все забыли. Поэтому как-то я даже и... Как-то я даже и забылась. Забылась. Что забылась? Как ехать забылась? Вот так и я. Забылась. Хотела сказать насчет того, что вот убираю неугодные себе комментарии. Девочки, я уже давно этим не занимаюсь. У меня есть модератор, который очистит. И плюс Ютуб. Просто у меня загнуты определенные слова, ключевые. И везде, где есть эти слова, Ютуб убирает. Поэтому вот это вот писать мне, что ты убираешь комментарии, которые тебе не нравятся. Нет, не убираю. Самолично не убираю. Так что не предъявляйте мне больше. Обычно, которые я убираю, я всегда озвучиваю. Что такое-то, такое-то. Я послала нахер. Там еще есть одна, этот. Все, политика интересуется. Написывает и написывает. Ну, пускай писает. Может, ей так легче жить. Чушь. Чушь, не хай пишет. А сама я, правда, не так часто заложу. Но когда есть возможность, захожу, смотрю. Очистить сама лично. Ничего не чищу уже. Есть. Кто это делает? Хороший модератор у меня. Чтоб Алена не нервничала. Ну и Ютуб, соответственно. А заходить в компьютер лишний раз, посмотреть, что там на проверке. Какие комментарии на проверке. Мне тоже не доступно. Больше времени для этого нужно. Ой, не знаю, кого как. Но меня эта погода добивает. Добивает она меня. Не знаю, где уехать, чтобы тепло и спокойно было. Где такое место есть? Где есть такое место? Так. Ну, у меня на борщ всегда должна быть кастрюлька побольше. Ну, не могу я. Не могу я этот борщ варить в маленькой кастрюляке. Так что, убираем. Большеньку доставаем. Большенька такая на 5 литров. Так, сейчас мясо грамму и поставлю варить. Ничего себе, такие кастомахи Сережа оставил себе. Аж куда одеваться. Ну, ладно. Пускай есть. Пускай кушает. Так, косточки. А тут у меня курильные грудки. Надо будет, наверное, просто пожаривать в кляре. Да, товарищи. Или сегодня понедельник. Он, по-моему, в понедельник. Мясо не ест, что ли. Здесь спортсмены. Прям аж я в шоке. Понедельник не ем, во вторник не ем, в среду, пятницу. Ай, короче, сделаю. Хочет ест, пускай хочет не ест. Попробуй за всеми уследить. Кто что ест. Я знаю, что я ем. Я всегда найду, что мне покушать. Мне не обязательно вываривать. Я себе бутерброд замутила с чаем. Я ссытое. Мало. Пошло еще один замутила. Так что мяско ставим. Так это мне надо теперь какую-то сумочку собрать с собой, чтобы ничего не забыть. Продукты тоже кое-какие. Где-то, в принципе, магазинчик недалеко есть. Но, получается, в пятницу поем бы это карфрайток. В Голландии, наверное, тоже магазины закрыты карфрайток. Потому что у нас закрыты. Пятницу. Суббота открыта, воскресенье закрыта. На голове черт знает что. Ну, ходила, убирала. Убирала дом. Так, мясо поставила. Картошечку надо почистить, да? Да? Да. Да-да-да. А, еще посуду надо разгрузить. С посудомойки. Мне сегодня после обеда на работу... Ой, прошу прощения. Не надо? Ой, до обеда. Что там такие, хлопцы? Почистим картошечку. Ой. Картошечку, гучок. Так, я так думаю, что... Хватит. Солнышко так красиво светит. Ну, никак не может. Не знаю. По ночам минус. В мае, наверное, в Турцию поедем. Вода еще не прогреется. Обидно. Везде, говорят, похолодание. Арктические будут. Арктики. Чего им там не сидится? Не знаю. Наше правительство никак не рассчитывало на такую длинную, холодную весну. Никак не предполагали. Хотя, с другой стороны, вы же всевидящие. Чего не предусмотрели? Ой, посмотрю, летом какие щита мне придут. О, это будет киндер-сурпрайз. Яичко к Паске, ее пермитеатр. Прямо такое письмо счастья. Как его экономить? Вот как его тут экономить? Чего вообще уже? Экономите, экономите. С газом нет проблем. Говорят, газу хватает. У нас газу хватает, а людям щита приходят. Интересно, детки пляшут. Да. Видней. Так, сейчас почище быстро. Капусточку нашинкую. Ляля тополя. Все как обычно. Я вообще зашла, почитала. С апреля хотят зарплату повышать. Ну, не всем. И ненамного. В основном, кто в строительной отрасли. Чуть-чуть повысит. Малярам вот этим вот все. Ну, и цены, соответственно, повысит. Чего уж там. Так хорошо пошло. Чего не продлить-то? Люди-то все равно будут брать. Кушать-то хочется. Так, картинка может перевернуться. Так, начинает у меня мяско. Потихонечку закипать. Ой, с этой короной тоже надоели уже. Ну, сейчас осталось маски только в медицинских учреждениях носить. А так пока убрали. В транспорте общественном тоже без масок. Только остались медицинские учреждения. Пипец. Вот они выходят, да? Сидят они, значит, в этой комнате ожидания в медицинском учреждении. В масочках все. Тут же выходят на крыльцо, курят, снимают эти масочки. Так же общаются, как и сидят в этой комнате, общаются. Ой, какая защита вообще в шоке. В автобусе все без масочек, в праксисах все в масочке. Потом все дружно вылезли, сели в один автобус и поехали. Вот это железная логика у них. Чтоб не заражали. Просто масочек-то напечатали. Вон океан весь в масочках плавает. Их же теперь надо как-то. Засунули бы себе те масочки уже. Господи. Моразм. Издеваются, короче, над людьми и все. В этих масочках дышать не видно. Так, так. Что же там за погода будет? Я не знаю, что мне брать с собой с одежды. Много, конечно, не буду, но... Все-таки надеюсь, что там будет чуть-чуть потеплее. Во-первых, там лесочек. Не такой ветер, как у нас. И моря нашего нет. Холодного, ледяного. Там озерцо есть. Ну, в глибладе, в принципе, всегда прохладно. Да, возьму один теплый костюмчик. И все на этом. А там приеду, как включу отопление на всю. Буду греться. Уплощено. Сауну включу и буду в сауне греться. Запотевает окошко. Надо открыть. Сейчас быстренько сделаю. И можно будет отдыхать какое-то время. Все, больше сварила. Теперь сделаю мяско в клярье. Куриные грудки. Прости. Обижаю. Так, а где моя полотенка? Тут-то стеж. Ладно. Холодильник скрипит сколько, прошу. Он говорит, ему не мешает. Ну, если не мешает, то не мешает. Вот, не раздражает. Так, соль. Еще. Большую часть жизни мы проводим на кухне. То готовить, то покушать. Всю жизнь. Находимся у плиты. Так, что мы сюда можем добавить? Значит, соль-то мы добавили. Паприку. Добавим. Перчик добавим. Пока масло налью, чтобы нагревалось. Потом кухню мыть. Сначала кухню запачкать, потом... Ой, что-то вообще прям, девочки, сил никаких нет. Ну, ладно, эта неделя короткая, рабочая. Но все равно... Почему-то не может, ся. Так. Муки. Добавим. Если так просто их пожарить ему, они такие сухие. А если в кляре делать, тогда они получаются сочные внутри куриная грудка. Так, сколько время два доходит. Пол-третьего Сережа придет. Чуть позже Артем приходит. И как раз... Как раз... Все будет готово. А потом я уеду на три дня и пускай что хотят делать. Все. Сами готовят. Так, у меня еще его собрать на учебу надо будет. Он уезжает как раз. Он утром уедет, а я вечером приеду. В понедельник. Если он будет сам собираться, обязательно чего-нибудь забудет. Ну, как обычно у мужиков, знаете, девочки? Не знаю. Вроде с детства учила. Не поддаются дрессуре. Это вот такая натура мужицкая. Все им надо показать. Все им надо напомнить. Уже он самой мозги не варил. Знаете, девочки, сейчас до обеда было солнышко на балконе. Там у меня градусник лежал на подоконнике. Так нагрелся, смотрю, 30 градусов показывает. Ой, как-то мне так... Грусть, печаль меня одолела. Теперь солнышко с балкона ушло на обратную сторону. Наверное, пойду градусник туда перенесу. Пускай хоть градусник, что ли, погреется. Так, ну что, буду жарить. Чего ж. Короче, вот такой у меня обед сегодня. Куриные грудки. И борщ, девочки.